Проснись и пой эндспрессо с тобой. Привет всем, кто верит в себя. Я Эван, мое главное слово вери, я верю в вас. Верю в удивительный дар, заложенный в вас, которым необходимо поделиться с миром. Давайте же проведем этот день вместе. Берите свой кофе и присоединяйтесь к нашей теме. Транслируй приятные фильмы в уме. Слово Садхуру. Чтобы создать страх, вам нужно задействовать колоссальное воображение. Но чтобы не бояться, вам вообще ничего не нужно делать. Страх – это продукт неуемного воображения. Вы создаете то, что не произошло. Может произойти тысяча разных вариантов. И большинство из них никогда не осуществится. Все, чего вы боитесь и когда-либо боялись в жизни 99% из этих вещей никогда не происходили. Разве не так? И ваш страх соткан из того, чего не существует. Преодолеть можно лишь то, что есть, а не то, чего нет. Нет. И вам стоит бросить попытки это делать. Наслаждайтесь своим страхом. В конце концов, вы сами его создали. Это как фильмы ужасов. Вы скажете нет, но вы сами создаете их. Только денег эти фильмы вам не приносят. Страх означает, что вы создаете фильмы ужасов в своем уме. Но смотреть их никто не хочет. Значит, продюсер, вы так себе. Но все же вы их создаете. Так создавайте же что-то другое. Комедию, романтический фильм, триллер, если хотите. Попробуйте и увидите. Сегодня. Просто сядьте и попробуйте проиграть романтический фильм в своей голове. Комедию. Какой-нибудь собственный пятиминутный фильм. На самом деле. Начните использовать свой ум иначе. Потому что сейчас он зажат в вашем шаблоне. Шаблоне непрерывного создания фильмов ужасов в вашей голове. Вы же уже насмотрелись ужасов. Они скучны. Создайте что-то другое. Это не значит, что все, что вы придумываете, обязательно с вами произойдет. Они могут и не воплотиться в жизнь. Но так вы хотя бы хорошее кино посмотрите. Ну, не случилось этого в реальности, и что? Зато вы насладитесь процессом в вашем уме, если не можете наслаждаться процессом в мире. Эту привилегию заслужил каждый человек, не так ли? Даже если мир не так добр к нему, хотя бы его ум может проявить к нему доброту. Так что создавайте приятные фильмы. Я считаю невероятно мощной вещью просыпаться утром и представлять, что твой день проходит потрясающе. Невероятно мощной. Не думаю, что многие так делают. Я думаю, что в основном люди просыпаются и на автомате проживают новый день. И если вы похожи на большинство, то первым делом вы вырубаете будильник, вечером вы думали «Так, на этот раз я встану пораньше, буду работать лучше, начну создавать лучшую жизнь». И первое же, что вы делаете утром, это отключаете будильник и говорите «Ну ничего, что сегодня я не добьюсь своих целей». Первое, что вы делаете утром, это не выполняйте обязательств перед самим собой. Так как же вы представляете себе остаток дня? Думаете, вы сможете придерживаться успешного распорядка? Нет. Как следует разрабатываете утреннюю рутину. Такую рутину, которая поможет позитивно и с пользой провести день. Когда я просыпаюсь, мой будильник настроен на щебетание птиц. Вместо этого жуткого «бам-бам-бам-бам». То, как ты просыпаешься, очень важно. Я не хочу быть раздраженным с самого утра. Я просыпаюсь за 10 минут до рассвета. Иду в ванну, беру с собой свою книгу и читаю одну страницу в день. И оттуда я цепляю пару идей, гениев, легендарных предпринимателей, изменивших мир. На мой взгляд, в книгах, подобных этой, не так важно читать всю книгу от корки до корки. Здесь важна одна страница. Потому что ее цель – окружить тебя успешными людьми. Людьми, которые мыслят масштабно, позитивно, нестандартно, которые вырывают вас из пеленной сна. Не знаю, как вы, но я поутру жутко заспанный. Не важно, насколько долго я спал. Я все равно буду как в полудреме. Я не просыпаюсь, так. Да, верь! Нет, так не бывает поутру. Утром я еще сонный, и те, кто следят за мной в Инстаграме, видели мои утренние посты. Но чтение книги дает мне нужный настрой. Когда ты читаешь речь Стива Джобса или Эрика Томаса, или кого-то еще, кого вы также уважаете, вы начинаете видеть их глазами, понимать, как они мыслят, как они видят мир. И семена их мышления изменяют вас. Итак, я прочитываю страницу, выбираю две идеи, выпиваю стакан воды, потому что с утра ты обезвожен. И затем прописываю свои цели. То, что мне нужно сделать сегодня. Мои цели на среду такие, на четверг такие. Я фотографирую их и размещаю в соцсетях. Чтобы назад дороги не было. Чтобы я действительно это сделал и, возможно, вдохновил других. Когда ты создаешь подобную утреннюю рутину, вовсе не обязательно такую, как у меня. Может, у вас чтение не работает, может, для вас лучше видео, неважно что. Но когда вы начинаете свой день, думая о позитивных вещах, окружая себя вдохновляющими людьми, которые заставляют вас вытягивать себя на новый уровень, когда вы выписываете свои цели в позитивном ключе и настраиваетесь, сегодня я все это выполню, заряжаетесь этим. Это невероятно круто меняет вашу жизнь. Если вы будете делать это в течение года, то через год вы себя не узнаете, потому что каждый божий день вы набирались смелости и веры и предпринимали решительные шаги. Но большинство поступает наоборот. Ты отключаешь будильник, даешь себе послабление, завтра снова отключаешь будильник и так далее, и так далее. И вот ты уставший просто выпиваешь кофе и не делаешь ничего, чтобы заставить себя мыслить масштабнее, выталкивать себя из зоны комфорта. И день со всех сторон начинает атаковать тебя. Ты берешь телефон, а там куча имейлов, куча заданий, куча запросов от других людей и весь твой день разваливается. И ничего удивительного, что вас начинает тянуть на вредную еду, что вам лень заниматься и вы чувствуете себя паршиво. Начинайте день с цели. Каждое утро создавайте картину прекрасного дня в голове. И все, чтобы вас не заряжало с утра, для меня это книга, вода и прописывание целей. Итак, я начинаю каждую субботу и воскресенье, каждый день. Это привычка для успешного человека, которая поможет прийти вам туда, где вы хотите оказаться. Транслируйте приятные фильмы в своем уме и наблюдайте за кардинальными переменами в вашей жизни. А мой вопрос на сегодня, какой фильм в вашем уме вам пора изменить? От какого негативного снова и снова повторяющегося фильма в вашей голове вам необходимо освободиться? Какой картинке сказать «Все, с меня довольны, я создаю новый фильм»? Что это за негативный сценарий? Делитесь в комментариях. Я также хочу поблагодарить Клода. Спасибо тебе, что приобрел мою книгу «Твое главное слово». Это очень ценно для меня и надеюсь, она тебе нравится. Спасибо всем за просмотр. Я верю в вас, надеюсь, и вы продолжаете верить в себя и свое дело. Люблю вас. И скоро увидимся в очередном выпуске «Энспрессо». Я ощущаю потерю мотивации. Чувствую, что должна сделать что-то, вытолкнуть себя вперед, но у меня совсем нет вдохновения. И это, собственно, и есть мой вопрос. Как вернуть себе мотивацию, когда ты потерял это вдохновение? Я возвращаю себе мотивацию, вспоминая, что завтра могу умереть. Это точно. То есть я вдохновляюсь практичностью, реальностью и правдой, которая заключается в том, что практически невозможно родиться в теле человека. Но мне это удалось. И у меня есть куча возможностей, и я благодарен за это. Измени перспективу. Начни смотреть на то, что у тебя есть, а не на то, чего нет. Если ты посмотришь на то, что у тебя есть, твое здоровье, проживание в Америке, и кто знает, что еще может быть в твоем списке. Если ты начнешь обращать внимание на это, вместо «У меня нет миллиона долларов, я неизвестна, у меня нет того-то, того-то» на то, что есть, а не на то, чего нет, ты станешь счастливейшей девушкой в мире. Если ты убедил себя, что проиграешь, упадешь и испытаешь боль, то так и будет. Потому что именно это ты визуализируешь. Да, конечно, я тоже испытывал боль, но я не визуализировал, что должен испытать боль. И я думаю, что именно такое бесконечное представление плохого варианта останавливает большинство людей от того, чтобы стать чемпионами, чтобы проявить свой потенциал на максимуме, потому что они говорят себе, «О нет, я на такое не способен», или «Это может причинить мне боль». И если на все смотреть так, то вы проиграете. Я всегда говорю себе, «Это должно сработать. У меня все получится». Даже если на это потребуется сотня попыток. И идея «упал, отряхнулся и пошел дальше» никогда меня не пугала. В начале съемок мне помогали два мага и чревовещатель. И как только я приноровился, мне стало гораздо легче и понравилось самому. Бывали моменты, когда я читал сценарий и думал, «Это невозможно, как мне это сделать?» И я делал записи, пометки для себя самого и клал на стол. Я писал, «Можно сделать что угодно, можно сдвинуть горы, если ты в это веришь». Я просто доверился себе, отпустил себя и я по-прежнему делаю то же самое, если ко мне приходят негативные мысли. Я уже буквально слышу в голове, «Я могу сделать это, мне это под силу». Я медитировал и представлял, как у меня все получается. Я видел, как тасовал карты, вращал их, и удивительно, но все это сила разума. Твои мышцы начинают реагировать сами собой. Это как игра на пианино или вождение автомобиля. Все приходит через расслабление.